МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА О самом интересном и важном в Нижегородском регионе расскажут журналисты областных телекомпаний. Смотрите в выпуске новостей губернии. Ключи от новой газели вручили многодетной семье Склинчук из Лукоянова. Дом народного единства передал нижегородским военнослужащим автомобиль повышенной проходимости. Очередная гуманитарная помощь отправится бойцам в Курскую область из Нижнего Новгорода. Включаю вам плечи от автомобиля «Газель», который, я думаю, послужит вам добрым помощником. Новый девятиместный автомобиль для семьи Склинчук без преувеличения – лучший подарок. Игорь и Наталья воспитывают 12 детей. В старенький Ларгус перестали помещаться уже давно. Передвигались мы частями. Если надо было всей семьей куда-то, приходилось ехать раза два, три иногда. Время много. А так всех погрузил, вот, и привез, и завез. Не меньше родителей радуется машине 11-летний Павел. И в баскетбольную секцию, и в школу искусств теперь с комфортом. Уверенно примеряет на себе шестиклассник и роль водителя. Когда вырасту, сдам на права, наверное, на все категории. Не знаю, как получится. К слову, для управления этой «Газелью» достаточно категории «Б». Немало автомобиля и других преимуществ. Полноприводный автомобиль, очень проходимый, удобный, как раз для большой семьи. Подарок многодетным родителям от Министерства социальной политики региона. Выделить средства на покупку автомобиля поручил губернатор. В год семьи семьям многодетным внимание особое. Количество многодетных семей ежегодно растет. Сейчас их свыше 30 тысяч. Любая многодетная семья получает все меры поддержки, независимо от дохода. Вскоре сбудется и еще одна мечта семьи из Лукоянова. Вместе они отправятся в путешествие по нашей области. Служба информации Наталья Куликова, Николай Прохоров. Дом народного единства передал нижегородским военнослужащим на СВО еще один автомобиль повышенной проходимости. За отечественным внедорожником военнослужащий с позывным «Кузнец» специально приехал из воинской части. Транспорт будет использоваться в зоне СВО в полевых условиях для того, чтобы подвозить военных, доставлять продукты, медикаменты и прочее. Всего за время спецоперации приобретено и направлено более 220 автомобилей для нижегородских военнослужащих. Присоединиться к помощи участникам СВО могут все желающие. Пункты приема открыты во всех муниципалитетах Нижегородской области. На СВО у нас все как бы это немножко посуровее, чем здесь. И такой автомобиль нам просто необходим. И хочу что сказать. Большое огромное спасибо от Дому народного единства, который такой автомобиль нам предоставила и выручает. С такой техникой мы будем в разы больше делать то, что нам необходимо. Ну и естественно победа будет, конечно, за нами. Мы стараемся оперативно реагировать на те запросы, с которыми к нам обращаются наши бойцы. И с начала проведения специальной военной операции при поддержке правительства Нижегородской области и коррадиционного центра мы отправили более 600 гуманитарных конвоев в зону СВО. Генераторы, бензопилы, лопаты, повербанки, удлинители, одежда, спальные мешки и продукты питания. Такая гуманитарная помощь отправится бойцам в Курскую область из Нижнего Новгорода. В пункте сбора гумпомощи собрали груз общим весом около полтонны по запросу командира с позывным «Флор». Организатором выступил волонтерский центр Нижегородской области совместно с корпоративным университетом правительства Нижегородской области. Следующая отправка гуманитарной помощи состоится в пятницу. Каждый желающий также может поддержать бойцов СВО. Для этого можно обратиться по адресу улицы Должанская, дом 1 и по номеру горячей линии 8 831 410 81 10. И мы благодарны таким фундам и гуманитарным посылам нашего населения, потому что население в связи с мобилизацией, с специальной военной операцией очень сильно сплотилось и нас поддерживает. Мы очень этому благодарны. Игорь Хорошунов – ветеринарный врач со стажем в профессии 62 года. Его труд подарил региону органолептическую лабораторию, где проверяют качество сырья и полуфабрикатов. Как признаются коллеги, Игорь Всеволодович щедро делится своими знаниями и опытом не только с молодым поколением, но и помогает опытным сотрудникам. Я в свою профессию влюблен. Она мне нравится тем, что своей работой я всю жизнь обеспечивал безопасность людей. Потому что медицинский врач лечит человека, а ветеринарный врач охраняет человечество. В преддверии Дня ветеринарного работника в здании правительства Нижегородской области наградили лучших ветеринаров. Нашему герою Игорю Хорошунову вручили наивысшую награду – заслуженный ветеринарный врач Российской Федерации. А 16 руководителей и сотрудников государственных учреждений удостоили высшей ведомственной награды – ветеринарный крест. А 15 подведомственным учреждениям вручили ключи от новых спецавтомобилей. Ветеринарная служба обращает особое внимание на лечение животных, как я уже говорил, в месяц только государственная ветеринарная служба обведет скорый прием порядка 14 тысяч животных. Вакцинация проводится более 200 тысяч ежемесячно. Это важное направление обеспечивает благополучие, в том числе и пособо опасным болезням животных, таким как бешенство. Особое внимание в регионе уделяют не только врачам, но и ведучреждениям. Так в Сергаче провели текущий ремонт внутренних помещений. Были отремонтированы приемный кабинет, кабинеты хирургии, бухгалтерии, архива и для исследований, а также помещения аптеки. Для работы специалистов было закуплено новое оборудование – аппарат УЗИ, операционный стол, хирургический светильник, весы напольные и оборудование для рентген-кабинета. Мы в целом занимаемся оптимизацией службы, мы приобретаем новое оборудование для лабораторий, мы открываем самые современные лаборатории, которые проводят анализы, такие, которые в принципе в нашем федеральном округе не везде проводятся. День ветеринарного работника был учрежден в 2014 году и ежегодно отмечается 31 августа. Служба информации Анастасия Соколова, Арина Солоденко, Михаил Городников, Иван Масов. Впервые просторный школьный двор встречает такое количество гостей. Самое солнечное, самое праздничное и самое первое – 2 сентября. Три, два, один, пустот! Друзья, открытие состоялось! Школа номер 14 в жилом районе Баталова готова стать вторым домом для целой тысячи школьников. Особый трепет, конечно, у первоклассников. С нетерпением ждут начала уроков и уже готовы хвастаться дошкольными знаниями. Ну, папа себе люблю писать, рисовать люблю, там, узнавать эти. Очень ждали, когда откроются, поволновались, переживали. Но школа шикарная, новая, красивая, просторная. Три больших зала. Я очень счастлива, что мой ребенок идет в эту замечательную школу. Наталья Березина учит самых маленьких школьников уже 14 лет. Но этот сентябрь для нее тоже особый. Новый класс, новый учебный год и новая школа. И ребенок рядом, и садик рядом, и работа рядом. Это прекрасно. И дети самые лучшие попали в первый Б-класс. Еще со школы была моя мечта быть учителем начальных классов. И она сбылась. 50 учебных кабинетов с современными интерактивными панелями, библиотечный центр, большой спортивный зал, два малых, хореографические тренажерные залы, уличная площадка. Особое внимание к детям с ограничениями по здоровью. У нас подготовлены для них две комнаты. Одна учебная и комната, где у них проходит разгрузка эмоциональная. Весь педагогический состав, который необходим для оказания помощи таким деткам, у нас есть. Это и учитель-дефектолог, учитель-логопед, психолог, ну и, конечно же, учитель начальных классов, который будет непосредственно заниматься с такими детками. Более 6 тысяч детей сядут за парты новых построенных школ. И, конечно, для региона это прорыв. Такого не было никогда. При этом эти 6 тысяч – это не что-то уникальное. Это продолжение того темпа, который был набран в прошлые годы. И мы будем его поддерживать. Вообще, 13 концессионных проектов по прошлому федеральному проекту российской школы в национальном проекте образования – это то, что позволило ввести более 20 тысяч мест в школах нашего региона. Благодаря работе дружно и губернатору всей команды Нижегородской области 6 новых таких прекрасных пространств появилось у нас на Нижегородчине в этом году. Школы – это, конечно, не только свежие ремонты, полное техническое оснащение, но и в первую очередь это сами учащиеся, которые приносят сюда свою жажду к знаниям и новые идеи. А их в регионе уже сейчас более 350 тысяч. Ну а дальше – больше. Служба информации Юлия Короткова, Михаил Гордников.